Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, братья и сестры, у нас с вами большой праздник. Мы вспоминаем святителя Николая Мир Ликийских Чудотворцев. Это самый почитаемый святой на всей Руси, и в честь него освящено больше всего храмов и икон после Богородицы. И молятся ему не только православные люди. Если мы почитаем историю и разные случаи помощи Божией по молитвам святителя Николая, то мы увидим, что к нему обращаются люди неправославные. И мусульмане, и буддисты, и иногда даже атеисты. И вот возникает вопрос, почему так почитают его сильно? Сейчас, когда мы готовились к празднику, на страничке нашего храма я сделал несколько заметок про святителя Николая, его жизнеописание. И в одной заметке я сделал такое небольшое голосование, чтобы увидеть, а кто из нас сталкивался с этими случаями помощи Божией по молитву святителю Николаю. И было несколько предложенных вариантов ответов. И представьте, 75% людей сказали, что сами сталкивались с какими-то фактами чудесной помощи Божией, или это было с их близкими. Небольшая часть людей сказали, что слышали о таком у кого-то из знакомых. И совсем небольшое число сказали, что не видели сами, но верят, что для Бога все возможно. Но люди все-таки все верующие, и ответ, который я предложил еще один людям о том, что я не верю вообще, что это чудеса могут быть по молитве святым и Господу, этот ответ никто не выбрал. Но представьте, как много людей сталкивались с этим. Не где-то далеко у других людей, а в своей жизни или в жизни своих родственников. И действительно в комментариях люди стали писать много-много разных случаев, когда сами сталкивались с этим, как по молитвам святителю Николаю Господь им помогал. И там не один приводится случай, там десятки. В этом голосовании приняли участие больше двухсот человек. И многие оставили комментарии. Вот уже вроде бы небольшая заметка на страничке нашего маленького храма. Но какой отклик! И когда понимаешь это, задумываешься о том, как святитель Николай помогает тем, кто к нему обращается, то понимаешь, почему его так почитают многие люди. И говорить об этом мы можем много, приводить много разных случаев, много разных примеров. Но прежде всего это должно служить для укрепления нашей веры, каждого из нас. Потому что проблема каждого православного человека на сегодняшний день – это слабая вера. Если бы у нас была вера в Господа такая же, как у святителя Николая и у его современников, то наша жизнь была бы совершенно другой. Но наша слабая вера не позволяет нам перестать совершать какие-то неправильные поступки, прегрешения, не хватает силы воли, чтобы изменить свою жизнь и прийти ко Господу. Но мы можем прибегать к помощи не только Господу, но и Богородице, и многих святых, просить их, чтобы они помолились Господу вместе с нами. И Господь уже дал нам силы и помог. Я хочу пожелать, братья и сестры, всем вам Божьей помощи, чтобы в этот светлый праздник мы все могли поделиться радостью о том, что у нас есть такой замечательный святой, святитель Николай. И поздравляю всех вас с этим праздником, желаю вам Божьей помощи и ангела-хранителя. Спасибо, Господи.